Здравствуйте, Игнат Иванович! Христос Васильевич! Так, подождите, минуточку, сейчас я выщиву себя. Добрый день! Что-то долго-то у вас не было. Дел очень много. А вот сейчас у нас такой вопрос, мы собираемся же ехать к вам. Ну, так что медлить-то-то? А медлим-то, потому что обстоятельства складываются, вот сейчас только получается у нас. Надо скорее посадить, еще не поздно, картошку все посадить. Мы уже все здесь посадили. У нас немного другие планы. Ну-ну, я заботчись о том, чтобы у людей все было на зиму. Я понимаю. Конечно-конечно. Мы уже здесь все посадили. Мы о себе позаботились. Может пахать еще земли, у нас море там, земли. Так это же надо здесь продать, вот еще. Ну ладно-ладно, давай говорите. И вот как бы у нас получается одиннадцатого к вам приехать, это будет удобно. Десятого я приезжаю, а вы одиннадцатого. Десятого я с лагерем выезжаю. Десятого у меня день ангела, день рождения. Мы знаем. Десятого заезжаем в лагерь, если погода позволит. А дальше там видно будет. Вот под этим я сброшу вам разные телефоны, как можно больше. Еще раз маршрутку кину. Вообще бросали, я уже ее себе скачала. Так, телефонов дополнительных, у кого есть машины и советы дать, мало ли что бывает. Бывает с телефоном и неладно. Спаси Христос. И вот мы-то еще хотели узнать, что нам с собой нужно взять. Ну, ночевать же нужно будет. Вот мужчины хотели вам помочь там еще чего-нибудь, хотя бы день поработать у вас. Нет, не надо. Которые приезжают, им запрещено работать у нас. Ну, так нам так хотелось. Нет. Те, которые приезжают, мы стараемся для них хоть одного человека выделить, чтобы помогали. Наоборот. Мы разберемся. Вот первое время, вам негде ночевать, допустим, где-то. У меня есть где ночевать. От дождя я спрячу. Прокормить прокормим. Главное, выбрать хорошее место и скорее начинать котлован копать и строить, и что требуется. Ну, мы сейчас вот едем посмотреть, хотим сына же прихватить еще. Потому что он там будет нам помогать. Ну, да. Он не курит? Нет, нет, нет. Ну, вот и все. У нас одно для приезжих, чтобы не курили. Нет, это-то нет. Не курим, не учитывая. А то у нас сейчас один собирается приехать, он с женой, что-то у него не ладно, она не хочет ехать. Я, говорит, инструмент накупил примерно на миллион, говорит, уже. Роман, Роман, да? Роман, Роман. Там топилы, там разные, там сварочные аппараты. Да все нужно будет, конечно. Ну и уже заказал тут самосвал купить, я не знаю, купили или нет. Ну, молодец, значит, денежку накопил. Ну, он работает, он работник. Работник. Ну, это поддержано, не то, что там новый самосвал. Понятно, понятно, понятно. Руки есть, отремонтируют, значит. И вот мы-то и говорим позвонить, чтобы нам точно скоординировать с сыном, чтобы нам его забрать. Ну, так вот планировали-то, чтобы хоть день вам чего-то помогли мужчины. Нет, 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 нет. А вы видели, как у нас день деревни справлялся? Конечно, все смотрим. Ну, вот. Вы видели, какие там эти враги-то как каркали. К вам и архиерей не поедет, то другое, там всякое клеймение-то. А наоборот, отношения еще лучше стали. Он без улыбки никуда. Тройным поцелуем встречает и провожает. По нему не скажешь, что он к вам плохо относится, хорошо. Ой, еще бы. Глупости. Вот сейчас батюшка у него здесь был, здесь Яна Богослова, на день Яна Богослова тоже. Он подметил архиереи, что у нас, у них говорит, то есть про нас, служение бескомпромиссное. Мы не идем ни на какие, ну, послабления. Положено так, мы делаем, обязаны. У меня сейчас большой разговор был с одним, Александр Андрусенко. А, ну, знаем тоже. Вот оно выйдет, он, а вы стущитесь, я говорю, давай заканчивайте, ко мне стущаться новое. А мы по минутам посмотрели, говорим, уже потом поздно будет? Нет, 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 не поздно. Не поздно, да? Нет, не поздно еще, нет, нет, нормально. Игнатин, что может вам привезти для лагеря? Ну, хоть что можем? Ничего не надо, у нас все есть. Если поедете, вы на чем поедете? Да на своей машине. Ну, если кирпичи и хлеба привезете, чтоб самим было, у нас с хлебом там затруднения. Когда едете, обязательно берите с собой по две простыни по наволочке, это главное. Это у меня уже записано. Ну, если есть резиновые сапоги на размер больше, если будет сыро, холодновато, чтобы с шерстяными носками надеть. А остальное, вы знаете, женщины у нас, женщины всегда в платках, маленькие или большие. А я без платка не хожу, поэтому для меня... У вас все подходит. А хлеба какого лучше? Черного, там ржаного, какого-нибудь, чтобы он дольше в животе держался. Ну, мы сами-то ржаной едим, да, трубной. Ну, вот такой, такой. Там, я сейчас, мне стряпают из нашей муки, я отсылаю там сухарей, им некогда. Там работа, пруды, два пруда еще закладывать, думаем, нынче. Ну, вот оговорите, работы нет мужской, хотя бы... Нет, 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 нет. У нас такое правило, кто приезжает, их ни под каким видом не брать. Только, чтобы сами себя обиходили. От нас-то еще будет, кто нет. Ну, ну. Так. Так, так, так. Что еще? Что мы еще хотели сказать? А маршрутка есть у нас? Маршрутка. Нет, там новый адрес. Телефоны я скину еще. Только мы по другой дороге собрались ехать. Не с Барнаула. Ага, через Кулунду. Через... Солейска. Солейска пойдем на Мамонтово. На Мамонтово. А от Мамонтово, это наш район. Мамонтовский адрес. Ну, ну, ну. Ну и там уже идти через Корщино. Там надо уже нам позвонить из Корщино, чтобы встретили. Один раз показали дорогу, если дождь будет в обход, вокруг Потеряевки, тогда заезжать от разъезда. А там на любой машине можно проехать, да, вокруг? Да, она... У вас две ведущие? Нет. Нет. Передок у нас. Передний только. Вот это плохо. Ну... Плохо. Потому что здесь проселок, дорога, грязь, только две ведущие должны быть. Хорош, что погоду пройдете, а в плохую сидите тогда на месте. Ждите, когда подветрит. Нет, я думал, может, цепочки взять с собой. Цепи намотать. Нет. Я думаю... Ну, возьмите это, ваше дело. Ну, такое дело. Это же проселок. Грязь развезет, и... А две-то они молотят, и... Ну... хитом проваливается, а она бредет, роет, и... Ну, четыре ведущие, представь, восемь колеса. Огромные колеса такие. Ну, это как испытательное или что? Ну, это уж прямо... Сейчас много таких машин создается. Я такие тоже видел уже. Ну, ну. У нас есть, которая везде-то проедет, но она у нас старенькая и ненадежная. Мы на ней боимся. Ну, ладно. Вот, значит, вот Роман спрашивает, где можно... У нас можно с четырех сторон селиться. Все проверите, поглядите. Старая деревня, где заканчивалась. Вот, который пруд закладываем, там рядом будет. Там можно. Поля, которые принадлежат Игорю, ну, огород-то все, можно от него, говорится, оторвать маленько. Ну, понятно. Ну, вот, хочется все посмотреть. Да, да. Поэтому сына берем тоже. Пусть тоже посмотрит. Вот, пускай смотрит. Да, это же, как понравится где. На Верхотуре или в низине, где наша школа была. Вот, где... Ну, то есть, у нас топких мест нету. Везде березняк, березовые рощи. Красивейшие места. То есть, болота нет никакого? Нет, у нас нет болот вообще. То есть, в лагу, там, в лагу, где камыш растет, оно, естественно, там вода, там оно болотистое. Ну, ямочки. А так, чтобы на поле и ехала трясена была, нигде нет такого. У нас сухое все, твердое. Еще залезло. Ну-ка, уходи. Давай. Греется. Греется, наверное, пришла. Да, да, да. Она одежурила у голубей у меня. Я там другую посадил. Мыши? Вахтовым методом они у меня. Ну, понятно. Если корма есть, то, конечно, там... Да, потому что там много пшеницы. И мышки меня нынче крепко обидели. Кошка простыла. Я месяца два не посылал туда. Они мне почти десять мешков слопали. Прям совсем? Да, совсем. В труху превратили. Вот это да. Ну, нынче много пшеницы. Ну, мешки не полные, конечно, но много. Первый год так. Кот простыл. Одного, ну, больше тридцати градусов. Двадцати градусов я уже не посылал. А он засопливил. Я не стал его посылать. А другого нет. У него шерсть такая крепкая. Ну, что-то с ним случилось. Он засопатил. Я стал в избе держать его. А одну ее не посылаю. Ну, и они там мыши орудовали. Я и не знал про это. Сейчас полез, ужаснулся. Ну, я сейчас... Прилетают дикари. Я им кормлю. Сизарей. Тут эксперимент у меня идет. Дикари уничтожают болезнь, как будто бы. Которые болеют голуби. Такие домашние, породистые. Ну, это всегда. Женщина, которая в деревне живет, она намного сильнее женщины городской. Здоровее. Это и воздух, и питание. Это все понимают. Больше движения. Да, об этом Златоуст говорит. И так и голуби, и птицы, и все. Бог энергию дает. Что еще хотели спросить, вспоминать? Ну... Наработает за это целый день, и уже потом к вечеру ничего не помнит. Ну, еще инструмент всякий надо, который есть инструмент, это надо привозить. Все, что есть. Ну, мы сейчас-то приедем, только все посмотрим. Да. А крестить же надо еще его. Нет, если вообще-то, я говорю, ехать, инструмент должен быть свой. Конечно, это есть у нас все. Нет, но мы хотели просто, может быть, где-то на крещение к вам приехать. Еще, потом еще раз. Да. Крещение 10 июля. Да, да, да. Теперь уже выяснили, он не крещен, получается? Вот, так как его там, получается, крестили, это не крещение было? Нет, конечно. Какой-то обман. Обман. Мы сейчас об этом разговаривали. Это обман, и по-другому никак. Обман, жуткий обман идет в церкви. Почему святые говорили, Феофан Затворник, поколение два, и православие исчезнет. Ну, если все не крещеные, получается, люди-то. Не крещеные, все обманутые, все, как? Человеку фальшивые деньги дают, он пошел, а машину не пропускают. Ну, обман. Он говорит, да как так? Ну, обман, и все, что? Ты можешь хоть сколько рассуждать? Обман. Дали тебе фальшивое понятие о крещении. Крещение – это уверование. Сердце должно быть наполнено Господом. И далее троекратное полное погружение. Как князь Владимир крестил, как Христос на Иордане. Ну, не ладошкой по голове. Ну, здесь не церковь, бабушки же испортили. Они тоже портят. Ну, бабки-то от священников научились. От священников все заложили. Они хоть и не шлепают по голове полным погружением, но получается, что его крещение не считается. Да, неизвестно, что они говорили. Вот надо готовиться, если еще крещение у нас будет. И 40 июля и приедете. Накануне, чтоб только надо быть. Потому что у нас тут идет собеседование, экзамены решают. Ну, человек, если верующий, только крещение. Ему и готовиться не надо, он готов. А если из мира приходит неверующий, у нас от трех до пяти лет подготовка идет. У нас очень серьезно все. Да. Вот мы сейчас хотели приехать посмотреть все с сыном, определиться с местом, если все мы определяемся. А на крещение еще приехать. Хорошо. Пожалуйста. Дорогу будете знать? Да, да, да. Вот через Мамонтово, где повернуть на Корщино? Там, наверное, табличка есть. Батюшка все расскажет. Где поворачивать на Корщино? А через Корщино, когда проедете, где так поворачивать через Корщино? Надо знать. Это надо знать. А карта не спасет, у нас карта есть. Понимаете, это там надо заезжать где сельсовет, а потом там развороты такие и кого-то спрашивать, как выехать на Потеряевку в самой Корщино. А когда из Корщино-то выйдете, ну там дорога уже идет и поворачивает где. Там показывают, где бригада половина на половине, мимо бригады. А от бригады там уже деревну нашу видать. Ну она идет дорогу, мотает, к железной дороге прижимается, а там вокруг и к нам заходит. Ну надо смотреть, какая погода будет. Люди-то все равно подскажут, спросим. Ну да. Если вы до Корщино доедете, прямо в Корщино заезжаете, дорога-то идет, Корщино. А там сразу спрашиваете, как выехать на Потеряевку. Ну они покажут там через мост и влево. Ну один раз там не расскажешь. Это надо... У вас навигатор-то есть? Есть, есть. Ну может быть и навигатор покажет. Ну заложим в него, конечно, эту дорогу. Спрашивать надо. Всегда спрашивайте. Кто это... Вот не знаете дорога как? Остановитесь там, спросите, позвоните нам, чтобы узнать и сразу направить куда надо. А от Мамонтова сколько километров вообще до Потеряевки? 56, кажется. В сторону Барнаула получается ехать. Да? В сторону Барнаула. Но оно, видите, идет по трассе, а потом сразу поворачивает из Мамонтова влево на Корщино. Вот. Мы от этой трассы остаемся на 16 километров. В стороне. В стороне. В стороне. 50 километров. А тут, когда сойдете от Корщино, там может быть 15... Корщино. Корщино. Это сельсовет наш. Ну, 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 ну. Там уже все. Рядом. Ну... Там в Корщино. Вы спросите, где живет Сиськов Семен... Этот Алексей. Сизков. Вот голубь сизый. Ага, Сизков. Сизков Алексей Семенович. Он был главный гараном. Это мой крестник. А вы как-то у него были, есть ролик. Да, да, есть. И вот он-то может даже и проводить, и показать. И к нему можете заехать, чтобы знать, где остановиться. Жена Наташа у него. У него там отец живет. Семен Михайлович. Буденный тоже Семен Михайлович был. Угу. А, Игнат Тихонович, а вот когда взрослых уже крестят, имя же оставляют, да? Как? Ну, вот взрослого будут крестить, имя ему не поменяют, да? Ну, если у вас имя было, допустим, вот у нас крестился немец, он Генрих. Значит, он Геннадий. Другой, как бы, немецкая фамилия его, там, Эдуард, он избрал имя Севастьян. А остальные никакой нужды нет. Ну, один был, крестился Геннадий, я хочу быть Гавриилом. Крещение разрешается? Разрешается. Ну, вот в прошлом году крестили все те же имена, 12 человек. А когда миропомазание человек проходит? Если миропомазание было, то оно не повторяется. А если не было? Нет, нет. То есть, если вы в православной церкви были миропомазаны, таинство признается и все. Нет, тут-то точно не было, мы в церкви не были. Ну, не было, значит, миропомазание будет и все. Это в тот же раз, когда всех крестят, да? После крещения миропомазание – это другое таинство совсем. Это сошествие Духа Святого. Нет, ну, она, допустим, тогда же может, когда я креститься буду, она будет миром мазаться, да? Ну, миропомазание будет. Миропомазание будет. Да. Сразу же, тут же на берегу, сразу миром мажется, сразу. После крещения. Из воды выходят, они переодеваются, дальше уже миропомазание будет. Да, мы-то в этом-то, конечно, ничего не знаем. Ну, а тут все узнаете. В церкви никогда. Батюшка будет заниматься. А? В церкви раз никогда не… Ну, мы не ходили в церковь, нет у нас ее. Ну, а тут у нас все ходят в церковь, православное поселение. Суббота, воскресенье. А в середине лета у батюшки еще назначено, я не знаю, какой день, еще молебен какой-то, канон. Ну, там, может быть, минут сорок. Кто может, приходит. А если праздник на неделе бывает, большой праздник, там, двунадесятый, тогда на каноне и на самом уже литургии. А так обычно батюшки нету, без него совершается богослужение в субботу вечером и утром. Ну, чин уменьшенный, конечно. Где священнический возглас, это упускается. Архиерей все проверил, все нормально. Потому что раз батюшки нет, мы же не из-за батюшки молимся, а Господу Христу. Но литургию, конечно, без батюшки не может никто совершить. Только Он. Потому что Ему это дано, это таинство церковное. Игнать Тихонович, а хлеба сколько купить, чтобы положить можно было? Вы куда его складываете, чтобы он не черствел там? Если вы привезете, куда складывать? Вы заботитесь в машине складывать? Нет, нет, нет. В лагерь сдадите, там его сразу порежут, просушат, чтобы он не пропал-то. Но потом вы будете сами питаться. Нет, сколько привезти, чтобы... Сколько вы можете? Двадцать кирпичей, тридцать, то лишней никогда не будет. Потому что с хлебом там напряженка. Все время надо готовить, русские пищи топить, сами замешивают. Так что мы заказываем, иногда из города привозят хлеб. В хлебе ограничений нету. У нас своя мука будет и... Господь может поможет нынче, я спонсора потерял большого. Закрыли большое предприятие. Вчера смотрели, да. Да, да, но как будто бы Господь открыл. Телефон уже, я им сбросил материалы. Я каждый год где-то выпрашивал, ходил. А потом меня свели, тут главные банкиры, еще один на одну. И она, большое предприятие, мукомольная там промышленность. И я напишу, что надо, они все дадут. Один раз написал сахару, три мешка нету, так она четыре пляги меда мне скинула полную. Да, притом под пломбой, по сорок восемь литров. Представь себе, сколько. Да. Какие люди добрые есть. Я напишу, двенадцать мешков муки, манки два мешка, там сахару четыре. Все, сахар это, ну, масло допустим, сто двадцать килограмм, все привезут. Я им сказал нынче, я на эту сумму хочу вам книги подарить, Новый Завет. Но не знаю, ответ будет или нет. Мне вчера электронную почту дали, личные встречи нельзя устроить. Я даже не знаю, где они. То есть это не барнаульские? Ну, барнаульские, а у них в другом городе головная колонна-то, контора. Это вот вы говорили Мельник. Ну, так вот, говорил я, но теперь мы даже не знаем, как они называются и что. Мельник в Рубцовске находится сам. Ну, тут разные города. Я слышал, будто бы тут все оборудование размонтировали, перекупает или берет камень на оби. А-а-а. Камень на оби. Ну, осень будет зерно, все равно будет это принимать-то. В Рубцовске, Валейске, там элеваторы-то свои есть. Ну, тут-то самое мощное. Так что, если это закроют, то тогда не знаю я. Это жительство Сибири, Алтай считается. Алтай – это жительство Сибири. Конечно. Мы вот здесь вот кормимся в республике. Все с Алтайского края. Так у нас тут подсолнечнику сколько везде. И ищмень, и гречка, и овсянка, и чего только нету. Все растет. Горох. Это все от нас идет. Ну, ну, ну. Все, все, все. Так Алтай-то, кажется, дважды орденоносный. Еще при Брежневе. Такие поля там конца края не видят. У нас простор. Горы, горный Алтай. А тут сколько глаз хватает, до горизонта все. Вот у меня знакомый фермер, он приезжает рядом. Он начал 4,5 гектара, а сейчас у него 7,5 тысяч гектар. Это долгов, да? Да, долгов. Вот. Все знаете. Все смотрю. Ничего я могу сказать. Она по именам ваших всех знает. У нас тоже. Больные, кто даже Сергей говорит, я как член вашей общины. Мы так и считаем его своим. Он очень умный такой. Он в курсе всех дел. Да. Потому что все интересно мне ваше. Ну, у нас, видите, все без лукавства. Все открыто. И с нами люди, когда бывают, всем легко. У нас нету, что там что-то выгоду какую-то иметь. Мы как, прости за выражение, просто дыры. У нас все открыто. Говорим, но мы внимательно смотрим. Человек серьезно или не серьезно. Разрешили, не разрешили. А иначе накормили и до свидания отправили. Бывали такие случаи. Забредет среди ночи какой-нибудь татарин. А не званый гость, говорит, хуже татарина. Да. Поговорка говорит. Так, что я еще хотела уточнить. Одеяло не нужно брать? Можно у вас там взять? Одеяло, если только легкое, для себя возьмите. Легкое. А если холодно будет, теплое дадим синтепоновое у нас. А у вас сейчас как? Холодно? Холодно. И у нас холодно сегодня-то вот. Ну все. Дни стояли почти по 30 градусов была жара. У вас дожди прошли? Ну сейчас дождит. А сегодня Игорь Барабаш заезжал и говорит, а у нас, говорит, дождя нет, сухо все. Я сегодня с ним голубей отправил опять. Туда на излечение тем? Да, на излечение тем. По четыре голубя диких посадить. И главное, перестали свои болеть. Я никогда не ждал. Я в интернете помещу этот материал. Еще год, если испытания закончатся, чтобы опереться. Что-то есть. Или они их шевелят, или у них что-то там распространяется. У меня коробка, в которой больные были, она вся зараза этой голубиной-то. А они у меня прожили, вывели голубятую. Ни один не заболел. Иммунитет какой-то у них есть, значит. Да, именно так. Собаки, которые породистые, они чумкой болеют. У них зад вот так ноги ходят. А на улице бегает, ни одна не болеет. Чумка, это как чума какая на собачьи. А у этих верстлящиков вот так голова, он клюет. А думает, что клюет правильно. И нет лекарства вылечить. Я их держу, пока сами не погибнут. Я еще где-то слышала, каких-то животных также лечат. Вот диких подсаживают, и у них прекращается вот то заболевание, с которым мучатся. Вот не помню только про каких животных. А птиц это я сделал так. Я отправил, сейчас у меня будет по пять штук на каждой голубятни. У меня две голубятни там. Игорь меня снабжает, у меня есть чем кормить. Я просто очень люблю их. Многому научаюсь. Когда отдохнуть, вот гуси как очень долго надоедают. Корову мыщить надоедают, куры хвощить надоедают. А голуби хоть сколько седеней надоедают. Как музыка какая играет. И они называются воркуют. Угу. Да, точно. У них такое воркование, что... Почему церковь сравняется с голубицей. Голубица, моя голубица, такая песня поют. Это песня песней Соломона. А чем у вас приезжий занимается? Приезжие строят дома сразу. Нет, но которые вот посмотреть приехали, допустим, на два-три дня. Ну, на два-три дня, смотря как. Если к окрещению приехали, готовятся к окрещению. Если пирс разрушен, помогает пирс строить. Если где-то чего-то такого нет, с ребятишками утром дрова пилят. Они без дела сидеть не будут. Пройдут по деревне, познакомились, поговорили, мы сразу даем им работу. Это был такой Смоленинов. Он был замминистра внешней торговли в Америке. Написал «Деловая Америка» в советское время. И вот, говорит, Форд, миллиардер. Идет, смотрит, какая-то группа людей. Он спрашивает, а это кто? Да это, говорит, из Советского Союза приехали там практиканты. А почему они стоят? Ну, им рассказывать. Не рассказывать, работать надо. Сейчас же, чтобы дали им комбинезоны, чтобы работали. Он мне это сильно нравится. У нас все время вот так вот. У нас бегом все, чтобы ребята делали. Плохо будешь работать, голодный будешь. А нам нужно, чтобы и налоги заплатить все. Все эти гаремы начальникам прокормить, чтобы нам досталось. Да я и говорю, что просто добездельничать это даже не интересно. Нет, нет, нет. Вы найдете. Найдете. Вот сейчас там что-то сажают. А тут будут что-то делать. Мы на пруду работаем. Мужская работа. Шкурить надо будет. Большая работа. Деревья там мы убираем. Надо вытаскивать. Это не женское. Женщины там свое найдут что-то. По кухне, может быть. Мы еще не знаем, сколько детей будут. Еще публикаций-то нигде не было. Ну вы еще на встрече-то не были куда детей будут. Не было на встрече-то. Я отнес и не знаю, печатают, не печатают. Куда дать? Какие объявления? Как-то узнают люди. Раньше мы наклеивали везде на столбах, а сейчас что-то запрещают вроде бы. То есть нельзя, да? Ну как будто бы надо где-то деньги платить на счеты, чтобы там... А, но на специальной доске. Ну да. А что специально? Там мы 200 объявлений бесплатно делали. Наклеили где-то там на двери, когда люди где-то заходят. Ну и людям это не нравится. Ну, на двери-то не разрешат, конечно. Ну, предупреждали. Они где-то не там приклеили, какому-то приклеили там. У него, видимо, там опис. И он мне звонит. Твоя бумага. Резать голова будем. Вот эта дверь. Я говорю, я из дома не выхожу. Нет, резать не надо мне голову. Ну и он все, отстал. А я говорю, а где это? А колограф почти там-то. Ну я узнал, кто там рядом живет. Это вы сделали так. Ну, смотрите, куда клеить это. Ему зачем это скоблить теперь там? У него покрашено. Ну, намазали, приклеили. Приклеивать там, где, ну, бывает там, забор, доска широкая. Приклеивать, человек просчитает. Она никому не влияет. А накрашенная любой недоволен будет. Я признал, что он прав. Ну, ну, ну. Но столбы есть, на которые клеить, тоже можно. Ну да, где можно. Надо смотреть и молиться. Конечно. Здесь в магазине наклеят, сразу точно позвонят. Вот так. Так. Ну, получается, что мы в субботу приедем одиннадцатого вечером. Одиннадцатого вечером. Вот это уже темновато будет. Но хотим рано выехать-то. Надо еще пораньше выехать, чтобы было не темно. Да, да. Ну, вообще рано. Вот как возможно рано выехать. Ну, надо как можно раньше выехать, чтобы засветло было. Да, да, да. Как-то. Ну, в темноте вы не найдете дорогу. Тут надо встречать будет, чтобы к вам кто-то выехал навстречу. А кто? Там ваши позвоните, там будет видно. Сопровождающего нет. У нас кто-то будет встречать, может быть. Не знаю я про это. Надо уже узнать будет. Ну, хотелось бы никого не напрягать. Ну, иначе тут никак. Это дороги нет. Дорога разветвляется, проселочная. Еще разветвляется раз. Надо проехать с кем-то. Ну, конечно. Мы попросим, чтобы кто-то поехал. Может быть. Я так думаю. А если оттуда хороший маршрут и навигатор, может быть, и дойдете. Дорогой будете говорить, где идете. На батюшку или на старосту. Угу. Я сейчас скину вам телефоны все. Так. Я вас не предупреждаю. Вы свои люди-то считаетесь. Потому что мы разговоры выставляем в интернет. Вы не против? Нет. Нет. У нас секретов никаких нет. А людям это полезно. Нет. Никаких секретов нет. Да. Это точно. Вы Горный Алтай, да? Да. Ну, так я и заглавлю. Горный Алтай. Ну, только мы получаем всего... Здесь я Наталья. Вообще я не Наталья. Ну, там уже узнаете это подробно. Я не буду называть. Просто скажу Горный Алтай. Название. Я уже думаю, как назвать ролик. А, да. Ну, это через неделю он у меня может будет только. Когда отдам на обработку. Где? Я сам-то не ставлю. Редко, когда. Очень трудно. А у людей какая-то там заказчика есть ставит. У меня на каждый ролик почти 6 часов уходит. Чтобы закачать. А их у меня сколько, считай? Да. Вот не успеваем пересматривать иногда. Ну, работаем. Работаете, работаете вообще. Это новые люди приходят, сколько пишут. Новые. Уверовали, обратились. Я на каждый день даю события дня и там даю это, что пишут. Вот что люди пишут, вот прям те же слова, которые я бы хотела сказать. Вот многие пишут именно теми словами. Спаси Христос, Игнат Тихоныч. Спаси Христос. Как вы нас вытащили? Вы нас вытащили. Вытащили. Ну, если Господь благословит, значит, будем ближе еще, когда положит на сердце вам Господь построиться. Вы увидите. Наших людей узнают с первой минуты. У нас абсолютно запрещена всякая ложь. Даже не именуется. Мы этого не знаем. Люди все открыты, вот как одна семья живут. Так что, всякие опасения у людей, они уходят в первые же минуты. Как-то хотел приехать тут милиционер. Тут судился я тоже с прокуратурой. Было с одним таким нехорошим человеком. Он клеветал. Ну, она сама решила, а можно я приду к вам, чтобы посмотреть, кто вы-то такие? Я говорю, можно. А можно я с сыном приду? Ну, лет 12. Можно. А можно я побеседую с кем-то? Я говорю, можно. Она побыла. Пообедали. Я говорю, ну, беседуйте с кем-то. Она говорит, а что беседовать? Одна большая семья. Она психолог. Одна большая семья. Милиционер. И говорит, а моего сына в лагерь возьмете? Ну, все будет. Я его не уговаривал, который неприятельный. Зазомбировал. Зазомбировал. Ну, дурь. И они не молятся. Если человек молится к Богу, он доверяет Богу. И знает, что Бог берет сердце в свои руки. Он врагов примеряет с ним. Все равно человек же чувствует, где истины. И туда и тянется. И молодежь тянется к правде. Да. Без правды молодежь ты не привлечешь. Да. А как все устали от вранья? Это просто везде вранье. Везде вранье. Я и сюда. А у вас кто главный? Это муж или жена? Муж. Потому что если муж под каблучник, у нее ничего не получится. Она начнет то домой надо бежать, то уехать. Муж сказал, куда иголка, туда и... Нитка. Ну да, Нитка. Чтобы она только не с узлами была. А то она узелков-то наделает и оторвется. Ну, вообще, такого пока не было у нас. Нет. Я так думаю. Я вижу, как вы разговариваете. А иногда бывает так. Прямо сразу видно, что она главная. У нас мысли одинаковые. У нас мысли одинаковые. У нас мысли одинаковые. Вы, может, слышали, я рассказывал рассказ, как один какой-то там мусульманин решил узнать, есть ли мужики настоящие-то. Ну и в каждый двор. Знаете, вот так. Это мы уже слышали. А слабелый как? А я сейчас пойду жену спрашиваю. Значит, нету настоящих мужиков-то. Вывод-то какой напрашиваешься? Ну, есть, есть, конечно. Да. Ну, мало, наверное. Мало. То есть, у нас правило, которое, 40 правил, пунктов, что с женщиной замужней никаких сделок нельзя делать без согласия мужа. Допустим, она решила на обмен что-то или продать там, запрещается это. То есть, уважение мужу. Подходит к Евангелии, ко кресту мужчины первые. Крестятся первые. Мужчины везде первые. Это как движущая сила. А женщина, женщине говорится, что если того нужда потребует, готов за нее жизнь отдать. Как Христос за церковь. Вот как. Вот на этом строилась Старая Русь, Россия, матушка. Это евангельский принцип. Муж-глава. Колоссия написан 1.18. Жена – это его тело. Вот так. Муж-глава. Это и дети видят все. Вообще, вопросов нет больше? Пока нет. Вопросов требуется на неделе. Можете зайти. Спаси Христос. Слава Христу. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом. С Богом.